Лёгкая стадия, как алкоголь, абсолютно одинаковая. Непонятно, да? Да, абсолютно. Вы не поймёте, что вы выпили метиловый спирт, особенно если это тиленгликоль, это вкусно, это сладко, это с ароматом. Ну и если выпили немного, то последствия появятся через два дня, например, на пятые сутки. Но если вы выпьете чуть больше, в пределах 100 мл, проблемы начнутся через пару часов. Головная боль, головокружение, тошнота, боли в мышцах. Ничего такого специфического нет. Ну это в принципе похмелье. Да, ну похмелье или действие некоторого алкоголя. А дальше это вот лёгкая степень. Даже нарушение зрения, пока нет нарушения зрения, всё хорошо, но помутнело в глазах чуть-чуть, это и от любого алкоголя такого может быть. Ну и средняя степень, что понятно было, да, это в пределах 100 мл, но может чуть побольше, там в зависимости, люди все разные, кто-то лучше переносит, кто-то хуже. При средней степени тяжести всё то же самое, только появляется только сейчас, появляется специфический признак. Это нарушение зрения по типу, знаете, в глазах появляется, как описывают, кто это пережил, радужные круги, какие-то помутнения, иногда даже какие-то типа галлюцинации, вот это всё плавает, всё такое красивое. Вот только здесь можно заподозрить, что есть воздействие метилового спирта. Но тут ещё один казус природа придумала. Если человек в сознании, и он может про себя что-то рассказать, вы поймёте, что возможно метиловый спирт. А если он потерял сознание, то есть он неконтактный, он ничего сказать не может, определить невозможно. И тут мы приступаем к тяжёлой степени тяжести, больше 100 мл. Ну там тоже не ограничено, от 100 мл это в течение короткого времени, то есть 2-3 часа можно умереть. В лёгкой степени можно выйти без особых последствий. В средней степени выходят, выживают, живут дальше, но слепые. При тяжёлой степени отравления это смерть.